смотрите какой шедевральный пирог мы с вами приготовили я хочу показать как он выглядит разрезе и в разломе ну вот посмотрите посмотрите какая красота у нас получилось это не только красиво это очень вкусно пахнет отменно идеальное сочетание сыра и зеленого лука готовьте радуйте своих родных и близких ну а я покажу как мы это готовили поехали привет с вами домашняя кулинарии сегодня один из лучших рецептов мы приготовим пирог из теста на кефир из потрясающей начинкой и для которого надо для начала приготовить само тесто на кефире и я в мою миску выливаю один стакан мацун кефир или нейтральный йогурт и зависимости от того что вы берете из кисломолочных продуктов надо будет контролировать количество муки чтобы получить мягкое чуть липнувшие к рукам тесто сюда же я добавляю пол стакана молока и нам понадобится пол чайной ложки соли пол чайной ложки пищевой соды и одна столовая ложка сахара это для баланса вкусов а теперь я все немного перемешаю сюда же добавляю 50 миллилитров растительного масла и нам понадобится одно яйцо желток я отделяю у меня желток уже расплывается но я его все равно отделяю все остальное добавляю в миску немного желтка попала в миску теперь я все хорошо перемешаю последнее что нам осталось этому кого-то смотрите как уже моя смесь ингредиентов увеличивается в объеме начинает пениться я все хорошо перемешаю и сюда же просеиваем муку я убираю венчик и одним махом просеиваю сразу три стакана муки стакан у меня 200 миллилитровый каждый стакан содержит 130 граммов муки таким образом мое тесто мы добавляем 390-400 грамм муки все зависит от свойств муки от жирности кефира размера яйца что мы добавили в наше тесто все хорошо перемешаю вымешиваем характерное для теста на кефире мягкое липнущее к рукам тесто я буду вымешивать тесто сразу в миске не переходя к замесу тесто на столе ну вот посмотрите какое тесто получилось оно очень мягкое незначительно липнет к рукам я покрываю полиэтиленом пакетом оставляю отдохнуть на 20 минут после этого тесто уже не будет липнуть к рукам и нам будет удобно работать ну а пока тесто отдыхает я приготовлю начинку ну а пока отдыхает тесто я взяла небольшой кусочек сыра и натираю на крупной терке у меня очень вкусный сыр повышенной жирности умеренно соленый если у вас очень соленый сыр вы можете сыр разбавить творогом соотношение 1 1 к 1 но у меня мало соленый сыр и я беру просто сыр а также нам понадобится небольшой пучок зеленого лука который я мелко должна буду нарезать ну вот столько сыра у меня получилось ну а теперь весь тертый сыр я перекладываю в миску а я также взяла небольшой пучок зеленого лука и весь лук надо будет мелко нарезать я закончила нарезать весь зеленый лук и мы переходим к тесту вот так вот выглядит тесто после того как оно отдохнуло я достаю тесто из миски ну а я немного припыляю стол мукой делаю вот такую легкую обминку разделю тесто на четыре равные части и каждую часть мы закатаем в колобок вот посмотрите какой потрясающе уже абсолютно не липнущие к рукам тесто у нас получилось так как оно хорошо отдохнуло я делю вот на такие равные части и закатаю каждую часть колобок ну вот четыре таких средних колобка у нас получился теперь каждый из них я должна буду немного раскатать я сначала вот так вот надавливаю я раскатаю круглый пласт небольшого диаметра сначала сразу все четыре после чего будем промывать наш пирог я раскатала приблизительно вот такой диаметром 20-25 сантиметров теперь беру второй колобок и точно также раскатаем все четыре колобка тесто вот так я раскатала 4 колобка тесто теперь складываю стопку все четыре круглых заготовок и между слоями надо будет смазать маслом я подготовил вот здесь вот у меня чуть-чуть растопленное сливочное масло сюда же я добавляю столько растительного масла а теперь все это хорошо вот так вот перемешаю и будем смазать все наши заготовки ну а теперь вот так вот я закрываю вторым слоем и снова смазываем маслом и так складываем все слои а теперь всю нашу слоеную заготовку я сначала вот так вот руками затем немного скалкой надо будет раскатать немного вот так вот я вытягиваю руками а теперь оставшееся масло я размажу по всей поверхности если у вас масло не осталось это не страшно жирность сыра может быть достаточно вот так вот совсем чуть-чуть может быть даже и не равномерно но я распределяю по всему пласту а теперь переходим к начинке я сначала равномерно распределяю весь тертый сыр вместо сыра у вас может быть любая другая начинка из картофельное пюре и зеленым луком получается тоже очень вкусно мы сегодня готовим сыром и я сверху весь наш за нарезанный зеленый лук если у вас сыр мало соленый начинку можно немного посолить ну а теперь с одного края мы весь наш слоеный пласт начинкой заворачиваем рулет вот такой вот рулет у нас получился которым заворачиваем улитку и вот эту улитку нам надо будет раскатать но так как сейчас это сделать будет сложно и мы оставляем заготовку отдохнуть хотя бы на 10 минут после чего раскатаем скалкой я покрываю полиэтиленом пакетом и оставляю заготовку отдохнуть заготовка отдохнула я убираю полиэтиленовый пакет немного вот так вот припыляю и сначала руками вот посмотрите как легко уже расходится наша заготовка а теперь можно немного скалка нашему пирогу мы можем придавать как круглую так и прямоугольную форму ну а теперь весь наш пирог я переношу напротив предварительно смазанный растительным маслом или можно просто постелить пекарскую бумагу вот так выглядит наш пирог посмотрите какой красивый большой у нас получился я взяла желток что мы оставили от нашего рецепта разбавляем его с небольшим количеством воды или молока и смажем вверх нашего пирога и традиционно любую выпечку с сыром вот так для красоты и вкуса и аромата немного распределяем вот так вот по всей поверхности пирога куншутные семечки это не только вкусно это красиво и ароматно ну и последнее что нам осталось я ставлю противень духовку 180 градусов 30 минут смотрите по своей духовке до готовности я обязательно покажу что у меня получилось посмотрите какой шикарный пирог у нас получился он еще очень горячий ароматный запах на всю кухню все-таки сыр с зеленым луком это идеальное сочетание я оставлю пирог остыть обязательно покажу как он выглядит на свете ну а если вам понравился наш сегодняшний рецепт подписывайтесь на канал ставьте лайки и комментарии всегда ваша домашняя кулинария пока